Привет всем! Добро пожаловать на мой блог о жизни в Турции, интересных людях, событиях и путешествиях. Сегодня я вам расскажу на примере своих покупок, как правильно делать покупки в Турции. Ну и не только в Турции, а также в любых других странах. Но, естественно, я вам покажу на примере покупок, которые я сделала на этой неделе и поделюсь с вами советами, которые я применяю, когда мне что-то нужно купить. А также эти советы помогают мне сэкономить не только время, но, что самое важное, деньги. Потому что, когда мы делаем покупки, мы, естественно, хотим купить дешевле, но какие-то качественные вещи. Поэтому первое, что я вам хочу рассказать и показать, что я купила сегодня, это, естественно, турецкий текстиль. Турецкий текстиль очень популярен во всем мире. И на этой неделе я приобрела постельное белье известной турецкой марки Cotton Box. Это качественное постельное белье полностью состоит из хлопка, 100% хлопок. Его можно приобрести во многих магазинах в Турции, но, конечно же, не во всех магазинах, но есть. Это постельное белье двухспальное, я всегда покупаю двухспальное. Входит в состав пододеяльник, две наволочки и простыня. Нормальная цена, обычная цена этого постельного набора 80 лир, но я приобрела всего за 50. Для двухспального постельного белья, цена 50 лир, кстати, очень хорошая цена. Вот такой вот расцветки я купила еще. Я приобрела с 30% скидкой в одном из магазинов Алани, который называется 82 целые пазары. В этом магазине продается очень много всякой всячины. Есть качественные вещи, есть не очень, но, естественно, нужно смотреть на то, какая фирма произвела ту или иную вещь и на состав. Например, в прошлом году мы ходили, мы пошли в целые пазары и там была очень большая распродажа футболок, всего по 10 лир. И поскольку мой муж занимался текстилем, он сказал, что футболки очень хорошего качества и 10 лир очень дешево для этих футболок. Мы купили, наверное, штук 10. И вот прошел год, мы их и стираем, естественно, он их носит постоянно, но качество от этого не теряется. Поэтому в любых магазинах, даже в самых дешевых, могут быть качественные вещи, которые подаются там со скидками. Если говорить также о текстиле, я приобрела себе вот такие две шапочки в магазине LC Вайкики. Они стоили 8 лир, я купила их всего за 6. Ну, разница в цене небольшая, но очень-таки приятные и на ощупь, и на цвет мне понравились. И, что самое главное, недорогие. Кстати, по составу я не знаю. Состав я не смотрела. Давайте посмотрим. Из чего? О, не могу найти. Ну, по-моему, стопроцентный аккорил. Ага, стопроцентный аккорил. Ну, это не имеет значения, потому что, в основном, конечно, шерсти за такую цену не купишь, но по скидке я купила вот такие вот две шапочки. Кстати, в магазинах одежды также бывает очень много скидок постоянно. Поэтому еще один мой совет. Летнюю одежду мы покупаем всегда в конце лета, а зимнюю одежду мы всегда покупаем в конце зимы, то есть на будущий сезон, потому что очень большие скидки. И зачем тратить деньги, лишние деньги на то, что можно купить дешевле. Естественно, некоторых вещей не бывает в магазинах, и поэтому мы заказываем, смотрим какие-то вещи в магазине. Если нет нашего размера, то мы уже заказываем по интернету с сайта того или иного магазина. Ну, LCW Kiki или, например, магазина де-факто. Дальше. Поэтому, друзья, если вы покупаете какие-то вещи, то, если вы живете в Турции, и, ну, я думаю, что это правило действует для других стран также, потому что в конце лета пытаются распродать летние вещи, а в конце зимы пытаются, то есть в конце каждого сезона идет распродажа вещей предыдущего сезона. Поэтому, если вы будете покупать вещи на год вперед, то вы также сэкономите деньги. Кстати, это тоже касается и обуви, потому что обувь, например, хорошую кожаную обувь известных марок, таких как Hottage или Inji, которые в сезон стоят по 300-400 лир, после сезона мы покупаем всего за 100 лир. То есть переплачивать 200 лир нет никакого желания, и покупаем те модели, которые нам нравятся, и потом используем их уже, носим в следующем году. Теперь я хочу вам сказать про бытовую технику. Вот, буквально на этой неделе я купила новый чайник, вот такой вот электрический чайник. Купила я его в магазине Шок, в одном из продуктовых магазинов, но в продуктовых супермаркетах, как я уже говорила, подаются не только продукты, но мелкая бытовая техника, также какие-то вещи продаются, вот, например, баночки для специй, и иногда бывает шлепанц, ну, какая-то обувь. В магазинах, в продуктовых магазинах, кстати, я покупаю достаточно много вот такой вот бытовой техники, в этих магазинах вы не найдете дорогих марок, например, марки Bosch, Panasonic, Samsung и так далее, но вы найдете товары, электротовары производства, турецкого производства, например, вот, фирмы Sani, фирмы Simba и так далее. Я покупаю, кстати, только бытовую технику этих фирм, и я ей довольна, потому что качество хорошее, просто может быть чуть дешевле. Вот этот чайник, например, я купила за 45 лир, в другом магазине я его видела за 65, то есть разница в 20 лир. Поэтому не бойтесь покупать и мелкую бытовую технику в продуктовых магазинах. Когда вы покупаете бытовую технику, хочу вам дать один совет, обязательно смотрите, есть ли в коробке гарантия, доставайте гарантийный талон, отдавайте на кассе и просите, чтобы вам проставили печать, чтобы в случае поломки вы смогли воспользоваться гарантией. Также на этой неделе я купила вот такую вот, даже не знаю, как она называется, для гладильной доски, ткань для гладильной доски, она стоила всего 10 лир, 100% хлопок. Так, давайте посмотрим, можно стирать, а нет, 50% хлопка, 50% синтетики, но в принципе это не имеет значения. Можно стирать, очень легко стирается, утюг не прилипает, ну в общем я посмотрела, очень хорошая вещь, и всего стоит, кстати, 10 лир. Это я тоже купила в магазине Шок. Если говорить о текстиле, еще могу дать вам один совет, текстиль в Турции продается практически везде, поэтому прежде чем купить какой-то текстиль, пройдите, посмотрите, пройдите по разным магазинам, посмотрите где что продается, сравните цены, качества и потом уже только выбирайте. Ну, это касается не только Турции, но и других стран. Можно, конечно же, если вас волнует то, какой марки, какой марки у вас белье, и вам важно и качество, и марка, то вы, естественно, можете купить что-то подороже. Например, меня марка не волнует совершенно, мне абсолютно все равно, будет ли у меня постельное белье фирмы English Home или Cotton Box, который я купила в стол и подарок. Для меня самое главное, чтобы это была качественная вещь по приемлемой цене. Поэтому всегда смотрите на состав вещей. И еще одно мое приобретение на этой неделе, это вот такие баночки для специй, видите, вот я уже разложила специями, всякие разные баночки для специй, макарон, орехов и так далее. Кстати, тоже очень-очень дешевые, вот эти вот такие красивенькие, они самые дорогие, были всего по 2,5 лиры. В том же магазине Шок я купила. Вот эти баночки, 4 штуки, стоили всего 6 лир. Вот эти баночки по цене 1 лира, и вот эта вот большая по 2 лиры. Кстати, в Алане очень большая влажность, поэтому важно хранить специи, продукты, орехи и так далее, вот в таких, ну, более или менее вакуумных банках, чтобы не завелись какие-то ручки или насекомые. Поэтому очень советую купить вот такие вот стеклянные баночки или пластиковые, в которых вы будете хранить свои специи, или какие-то орехи, изюм, сухофрукты также. Баночки тоже есть по разной цене, вы можете приобрести 1 баночку, например, за 10 лир, а можете приобрести и за сколько, вот 5, 4 штуки стоило 5 лир, ну, грубо говоря, 1,5 лир, да. Качеством они ничем не отличаются, просто они отличаются производителем. Я смотрела и дорогие банки, но и те были стеклянные пластиковые и стеклянные пластиковые. То есть разницы, разницы никакой не было. Еще я приобрела себе на этой неделе вот такие вот 2, 2, 1 блеск для губ, 1 пигмент для губ. Помадами я не пользуюсь, но вот я приобрела вот 2 таких тюбика. Косметику, что касается косметики, я не... Если я покупаю косметику, то я всегда смотрю на состав, что входит в состав той или иной баночки или тюбика. Это касается всего, это касается помады, пудры, туши и так далее. Ну, грубо говоря, приведу вам пример. У меня закончилась пудра, и мне нужно было купить пудру. Я пошла в магазин, где продается дешевая косметика в тот же самый, в целом ползоры. Пудра там продавалась по, по-моему, 2, 2... Ну, грубо говоря, 4 лиры. 4 лиры за баночку. Я посмотрела состав и пошла в магазин, где продавалась дорогая косметика, где была пудра уже по 20-30 лир. И поскольку у меня кожа светлая, то не везде есть мой тон пудры. И когда я посмотрела состав дорогой пудры и дешевой пудры, то состав дешевой пудры мне понравился больше. Потому что в дорогой пудре по составу цинк стоял на первом месте, а в дешевой пудре цинк стоял на пятом месте. Поэтому, естественно, я купила дешевую пудру и качество ничем совершенно не отличается от дорогой пудры. Потому что вы знаете, что многую косметику производят в Китае на одном и том же заводе и просто клеят разные наклейки. И потом вы просто переплачиваете за марку, переплачиваете за бренд. Поэтому не гонитесь за брендами, не переплачивайте деньги за марку, а обязательно смотрите на состав всего того, что вы покупаете. Состав очень важен. Ну и в заключении я хочу сказать о том, что самым классным моим приобретением на этой неделе был вот этот вот рюкзак, который стоит за мной. Приобрела я его совершенно случайно. Естественно, это не настоящий рюкзак. Кстати, если говорить о товарах, которые производятся в Турции, в Турции нет подделок бытовой техники, продуктов питания, косметики и каких-то вещей для повседневного пользования. Но, естественно, есть подделки вещей, ремней, рюкзаков, сумок и так далее. Ну, естественно, вы это знаете. Меня марки волнуют очень мало, как я говорила, меня волнует больше всего качество. И вот этот вот классный рюкзак, по цвету вообще просто обалденный для лета, я купила всего, как вы думаете, за сколько? Всего за 25 лир. Всего. Очень хороший по качеству, я проверила все везде. Очень мне понравился цвет. И нашла я его в одном из магазинов в Махмутларе. Никогда не была в этом магазинчике, но случайно мы ездили по делам и случайно я зашла в этот магазин. Кстати, в марте месяце продавец обещал привезти кожаные сумки. И кожаные сумки он продает по цене от 120 лир. Я посмотрела по качеству. Очень, кстати, хорошие и достойные вещи. Поэтому, когда будет новый завоз товаров, я обязательно съезжу в магазин и сделаю видео оттуда. Потому что товары у него, кстати, были очень качественные и дешевые. Вообще одни из самых дешевых, которые я когда-либо видела в Аланье и в Махмутларе. Поэтому, друзья, вот такие вот покупки я совершила на этой неделе. Очень довольна. Покупки я совершаю редко, но всегда покупаю то, что мне нужно. Поэтому, если вам понравились мои советы. А, кстати, еще один совет. Когда вы делаете какие-то покупки, обязательно сохраняйте чеки. И проверяйте всегда, что вам пробивают в чеках. Чтобы не было никаких недоразумений. Поэтому, если вам понравилось мое видео, понравилось мое видео, если у вас есть, может быть, какие-то дополнительные советы, обязательно пишите в комментариях. Я буду очень рада посмотреть, почитать. Я думаю, что и другим они тоже пригодятся. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И желаю вам приятных покупок, качественных и недорогих. А в скором будущем я сниму следующее видео о покупках, которые я совершаю, живя в Турции. Всем хорошего дня. Всем приятных покупок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok